МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну, это... Где всё было сделано? Ну, это самое старое, которое в середине висит. Это самая старая работа. Это Рунопиадцы. Это в Карелии всё, да? Да, это всё в Карелии. А мудрый-мудрый Вени-Менин, вот там работа. Ну, это очень интересный человек сам по себе. Это священник православный. Вот этот, который... Вот этот Соломинский Александр, нет? Да, это отец Александр. Вот это он. Там вверху Лео Лангене на лыжах. А вот весь с луком со стрелами. Да, был такой Ёлка Гайна. Я просто его преследовал, чтобы он и базировал вот так. И он, скрипя сердце, согласился. Согласился? Да, ему не нравилось, что он отрицательный такой герой. Мы здесь будем. Но я сказал, что нечего бояться. А вот этот образ? Гайна Гайна. Тоже кто-то позировал? Да. А те, за Александр. Калевала, прославившая Карелию во многих странах мира благодаря иллюстрации Мёда Мечева, народного художника России, действительного члена Российской Академии Художеств, заслуженного деятеля искусств Карелии, почетного гражданина нашей республики. Мёду Мечеву исполнилось 85. Страницы жизни. Название выставки, которая открылась в Музее изобразительных искусств Петрозаводске, не случайно. 65 лет судьба и жизнь Мёда Мечева связаны с нашей республикой. В трех залах музея работы к эпосу Калевала, повесть временных лет, Евангелие. Вот для Марии ты Светлана Башева позировала или нет? Да, это она. Меня поразило, что Лео Ланкинин, его вообще-то сагитировать трудно. Ну, они же очень дружили, помогали друг другу. Молодые, Господи, Свет. Можно, надо приманить его, как слезы. Не углубляйся. Я понял. А если вот так почитать, Мют, сколько из своей жизни в Карелии лет прошло? Сколько? Полвека было в Карелии? Довольно много лет. Ну, мы считали, сколько он чистого времени прожил в Карелии. Только не падай. Сколько? 21 год. Вот Мют Мареевич приезжал к нам в Зоозелье, я оттуда родом, да, познакомился с моим отцом, познакомился с моим братом, да, ну, а потом увидел меня в той же семье, да, мне было тогда всего, всего 16 лет, да, ну, вот, и нашел такое красивое место, и вот, сфотографировал и потом нарисовал. Очень красиво. Она очень похожа здесь. Вообще, там Мют был красивый, на него женщины заглядывали, да вы что, я сама была влюблена. А вы и не знали. Не знали. Да, конечно. Я так как-то закидывал какие-то мысленные сети. Он всего лишь на 10 лет старше меня. Но потом я понял, что не надо этого делать. Да, когда мы с ним познакомились, он меня, видимо, воодушевил, и я стала тоже работать в технике, правда, не рисовать, а в технике декоративно-прикладного искусства. У меня звание народного мастера России. Да, звание народного мастера России. До сих пор работаю. Это почти 40 лет. И можно я сейчас ему подарю свой подарок? Это искусство. Да, я тоже так считаю. Это труд адский. Это ручное или машинное? Да, это ручное все. Это ткачество, мое ткачество, да. А помнишь, ты дорожку подарила длиннющую, красивую? Помню. Слушай, я ее каждый лет разворачиваю, смотрю и заворачиваю. Знаете, как бы я была рада, если бы вы пошли ко мне. У меня 4,5 километров половиков наткана. Родная невозможная. Идите, вас все ждут там. Наш музей очень гордится тем, что у нас в коллекции представлено несколько сот произведений Мюда Майрича. И надо сказать, что одним из ценнейших разделов нашей коллекции является коллекция, посвященная Эпосу Калеву. И значительную часть этой коллекции составляют работы Мюда Майрича, которые давно уже стали брендом. Действительно, Карелия стала для вас любимой. Она так и намляет, что она вас восхищает. И вы воспеваете Карелию как в работах, так и везде, во всем мире. Вот благодаря вам знают Карелию в том числе. Я хочу передать слова главы Республики Карелия о том, что в той виде Республики Карелия мы обязательно сделаем, чтобы мы смогли осуществить проект по переизданию, уникали в голову, чтобы это было красивое, хорошее издание, подарочное издание. Я думаю, что этот проект будет реализован, безусловно, при вашем согласии. И я думаю, что действительно, это будет настоящий подарок. Ну и еще о талантах, о которых, может быть, не все здесь знают. У Мюда Мечева вышла прекрасная книга, мы вот сейчас только что говорили с куратором выставки, называется «Портрет героя». И это еще один необыкновенный талант его, потому что написать такой роман, и он написан был достаточно давно, опубликован в севере, вышел отдельной книжкой, огромным тиражом. Ну, для этого надо быть вот Мечевым. Ну, еще у него множество талантов. Я вчера у него был на даче в очередной раз, и мы обсуждали потрясающей красоты и качество печку, которую Мюд сложил сколько-то десятилетий назад, из кирпича, который он на лодке привозил из Петрозаводска на Бараний берег, ну и все остальное. И вот Ольга до сих пор не нарадуется, что одной спички достаточно, чтобы зажать эту печку, и через 15 минут будет чай. Приезжайте к нему на чай туда. В старом бревенчатом доме, который более полувека назад построил Мюд Мечев, всегда порядок. Здесь художник живет почти все лето, когда приезжает в Карелию из Москвы. Мастерская рядом. А в этом домике все для быта. А еще иконы, фотографии, рисунки. Интересна история семьи Мюда Мечева. В его родословной сподвижник князя Пожарского Семен Киреев, декабрист Иван Киреев. Отец Мюда, художник, был арестован в 36-м и не вернулся. Враг народа. Мама окончила институт красной профессуры в Москве, а затем училась в Соединенных Штатах, в Гарварде. Это она дала сыну имя Мюд в честь Международного юношеского дня и свое отчество Марьевич. Она Мария. В мастерской Мюда, уединенном месте работы и размышлений художника, жесткий порядок был нарушен один раз, 31 августа 2014 года, потому что повод замечательный. Художнику отмечали 85 лет. Очень трудно делать подарки людям, у которых все есть. И поэтому всегда фантазируем. Значит, это экологически чистое. Вам, чтобы хорошо спалось? Это одеяло или макрас? Подушка. 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 Тут написано подушка. Тут же хочу спать. Нет. Чтобы вам снились только хорошие, добрые сны, а просыпались и все исполнялось. То, что вам приснится. Мед, какое настроение и что чувствуете сейчас? Ну, мое настроение очень хорошее. Я очень всем благодарен. Тех, которых вижу здесь. И те, которые сидят дома. И те, которых я люблю. Вот это очень сильное чувство. Потому что в моей жизни были такие моменты, когда я думал, что я никогда не буду среди порядочных людей. Я всегда буду одним говном. Это правда. Когда мой отец был арестован, тогда все так и решали. А, это говнюк. Ну, я понимал, что я не это хочет. Но не сказать об этом, значит вообще. Не сказать о своей жизни ни слова. Одно только бля-бля-бля. Вот у меня жизнь была довольно трудная. И я иногда думал, что не лучше ли мне покончить с ней. Но потом, как это ни странно, потом я очень сильно потружился со своей мамой. Это не всегда так бывает. И она сказала. И она сказала, помни, пока ты живешь, и я живу. А у меня была любимая книжка из ее шкафа, которая называлась «Самоубийство детей». Это было педагогическое издание того времени. Вот так началась моя жизнь. Но я должен сказать, что она очень переменялась во времени. И особенно тогда, когда я приехал в Карелию и увидел вас. Здесь очень хорошие люди. Замечательные. Замечательные тем, что они не зловивые, а полны какого-то добродушия и отношения друг к другу. Самого простого и самого любезного. Замечательные темы Друзья, мюдо-писатель и журналист Юрий Шлейкин и Алла Белозерова, первый редактор газеты ТВР «Панорама», не скрываясь своего восхищения и уважения к художнику. Они уже много лет дружат с семьями. Десять лет. У нас сегодня тоже дата. Мы десять лет живем. Точно, десять лет. Конечно. Спасибо Коле Глебовичу. Это он нас осватал сюда. Так что мы вас поздравляем и хотим с вами здесь встретиться через десять лет. По крайней мере. Спасибо. Мы будем стараться. А можно я отвечу? Я только вам... Нет, еще подарки я дам, начальник. Подарки дам, а потом будете отвечать. Значит, наши традиционные подарки. Объявляю всем, кто не знает, мы дарим мюду его книги, потому что они пользуются в Финляндии, в Хельсинки и в Москве бешеным спросом. Особым спросом пользуется повесть временных лет. Вот это вообще уникум, который бывает здесь, в букетлистике. Держите. А это Калевала 75-го года. Ей исполнилось 40 лет. Так ведь, да, Валерий? 75-й год. Тоже раритет. Держите. Ну и еще традиционную Калеву, которая самая знаменитая в мире. Так, это я припрятываю. Поцеловать. Спасибо. Так, и я тоже. Все. Можно? Все, очковать. Две фундаментальных книги с рисунками Мюда Мечева, Евангелие и Новый Завет вышли в Петрозаводском издательстве «Острова». Издатели тоже пришли с подарками. Так, Саша, ну доставай, что у нас там есть. Давай, показывай пример. Фотографии. Самое вкусное. Так, внимание, вот это снимок, которому 60 или сколько, нет, 49-го года. 52-й год. 52-й год. Значит, вот считайте, сколько лет это тогда. Это Мюд приехал сюда. Приехал сюда. На поезде. Победителем конкурса, который возглавлял тогда Кусинин. Вот он победил на конкурсе на создание Калевалы. И вот он выступает, рассказывает о том, как он рисовал эти картинки. Снимок супер такой редкий из национального архива. Ну, ребята, раритет, раритет. Так, ну еще тут два маленьких. Один такой вот раритет. Это тоже мы где-то раздобыли в журнале Пуналипу снимать. Да, это помнишь, это покойный Витя снимал. А это самый свежий губернатор, поздравляем. О, это мы, это мы. Алла, вот много раз говорят в разных вариантах, да, что за каждым гениальным человеком стоит гениальная женщина. Что можешь сказать о Боге? Ну, вот ты знаешь, вот та передача, которую ты делала несколько лет назад, ты же задала ему вопрос. Я помню ее очень-то по всем, можно сказать, по секундам. Что для вас эта женщина? Он тебе сказал все. Вот в вашей жизни эта женщина что? Все. Все. Абсолютно все. Я никогда не думал, что это вообще может со мной получиться, потому что мой опыт, если так можно сказать, жизни с женщинами, а он был у меня к моменту встречи с Олей. Из этого опыта я приобрел какие-то такие, ну, неясные. Мечты о том, что я хочу встретить ту женщину, которая была бы, ну, не то, что частью меня, но в каком-то отношении вот к таким человеком, чтобы она была помощником, чтобы она действительно любила меня. Чтобы она была умной, чтобы она была привлекательной, чтобы она была воспитана. В общем, весь тот груз, который вообще невозможно в жизни встретить. И когда я встретил на вокзале Олю, мы на вокзале познакомились так предварительно на Ленинградском вокзале, я и не думал, что вот так Оля войдет в мою жизнь. И, конечно, это произошло благодаря и ее отношению ко мне, и ее дипломатическому характеру, и ее уму, и ее желанию быть помощницей. Потому что все-таки жена прежде всего это помощница. Легче ему было творить, потому что у него был, есть и будет тыл всегда. Ему не надо тратить время на какие-то вещи прозаические, житейские. Он окружен такой заботой. Вот знаешь, как мама ребенка окружает. Вот так и он окружен заботой Ольги. Как мама окружает ребенка. Я бы сказала так, да. Не заботой. С железной опекой. Слушай, это что за картинки? А вот это та работа, которую мы подарили Гале Хоничевой в свое время. И вот то, что сейчас издательство и Юрочка, и Аллочка, вот нам вернули. Это работа Мюда? Это работа Мюда. Мы абсолютно счастливы, что она к нам вернулась. Слушай, какой же это год? Это 92-й год. А почему, дамы и кавалер? А потому что у Мюда тогда было такое, знаешь, увлечение таким, костюмный период у него был. У него были замечательные вещи в костюмном плане. Вот так вот. Вот очень, очень, очень интересные. Я эту работу обожала. И, конечно, мне было так странно, что вот она взяла и вернулась. Субтитры создавал DimaTorzok Цветы, подарки, викторины, прогулки к озеру и даже сбор грибов у самой мастерской мастера. Все это было на прекрасном юбилее. Но главное – воспоминания о прошлом. Тут я должен сказать, что в своей ранней юности, когда я попал жить в Соломином, мне больше негде было. Я квартиры не мог получить, у меня не было и денег ее содержать. Я встретил там одного человека, которого звали отец Александр. Он был настоятелем церкви Петра и Павлова. И он стал моим другом. Я с ним очень серьезно подружился. Конечно, я во всем не мог быть с ним согласен. И честно ему говорю о своих рассуждениях с ним. А он говорил – стерпится, слюбится. И вот нужно сказать, что те чувства, которые мы испытываем, чувство благодатной любви к религии, о которой я говорю, из которой я живу практически почти всю свою жизнь, – это очень благодарное чувство. Оно неиссякаемое. Оно постоянное. Это чудо. Причем чудо для таких людей, которые о нем и не мечтали. Вот так считалось, что его нету. А раз нету, не о чем разговаривать. И вот первая такая встреча с отцом Александром Соломиным сделала мой кругозор совершенно другим. И я не рассуждал, правильно это или неправильно. Моя мама говорила, что ты куда-то идешь, ты вообще погибнешь. Я говорил, что, ну, один туда и идет, а друг мой обратно. Нужно сказать, что я работал с большим чувством какой-то правды в этом, какой-то сути, которая интересна тем, что веришь ты или не веришь, она все равно существует. Она все равно есть. А ты как хочешь. Самый драматический момент в жизни, когда мед работал над Евангелем? Ну, конечно, дорогая. Конечно, когда был инфаркт, конечно, когда грозила слепота, это было ужасно. Это было просто ужасно. Вот так, это было такое чувство, что, ну, как тебе сказать, что, ну... Мир рухнул. Сколько лет вы вместе? Тебе как, официально или неофициально? Неофициально. 44 года. С ума сойти. Ну, а сейчас вот мед над чем работает? Ты знаешь, дорогая, сейчас он работает над тем, что ему хочется. И хотя у него периодически возникают мысли о какой-то большой работе, но я всегда говорю, что надо смотреть на мир, открытыми глазами. Видишь ли, в чем дело? Ведь он над Новым Заветом работал в общей сложности 1991 года по 2011, 20 лет. И это были годы такого погруженного, целеустремленного и, как тебе сказать, радостно выматывающего труда, что все, Бог дал время сделать, Бог дал силы сделать. Скажи спасибо. Супруга Меда Мечева, Ольга Хлопина, выпускница МГУ, экономический факультет, отделение экономической кибернетики. Но всю жизнь она занималась экономикой культуры и художественной фотографией. Она его главный менеджер, продюсер, любимая женщина. А это вот наше любимое. Потому что вот когда начинается закат, это каждый день тебе новое шоу. Это вообще что-то фантастическое. А когда мы днем сидим, мы смотрим туда. Это облака. В общем, это бесконечно. Меда речь должна быть. Мед. Чувства. Очень простая речь. А вы, Мария. Грация плена. Доминус тайкум. Бенедикта. Ту. Элиребус. Эт. Бенедиктус. Фруктус. Фруктус. Тум Езис. Круто. Фруктус. 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 Субтитры создавал DimaTorzok